В моем детстве у многих детей во дворе была своя собственная система ценностей. Кто-то был готов что угодно на вкладыши турбо, кто-то на комиксы с черепашками ниндзя, кто-то давал в обмен на комплект лего или на пару сникерсов. Но практически все во дворе признавали единую детскую валюту, за которую можно было делать все эти вещи. Это гандоны. Кто-то их называл гандоны, кто-то бризики, кто-то неваляшки. Но лично в моем дворе практически все, кто был знаком с этой забавой, называли их исключительно... Резиновые плащи. Хотя можно было называть все что угодно, но слово «кэпс», несмотря на то, что было постоянно написано на обороте всех представителей, никто их так собственно не называл, их называли исключительно гандоны. Но играть в эти резиновые плащи научились далеко не сразу после того, как они у нас появились впервые. Самая первая штука, которую я увидел в своей жизни, была из серии, которая продавалась, насколько я помню, вместе с жвачкой. И она как бы шла таким бонус-дополнением к покупке. То есть ты покупал жвачку, но вместо наклейки внутри тебе выдавали призики. Самая первая была вот с этим вот персонажем по имени... На обороте написано, что этих издавала контора Курожек, возможно она или чешская, или польская. Но делала она это исключительно по лицензии от Кэпком, что тоже написано на обороте. Но когда мне попалось в руки, мне просто купила однажды мама в 95 или 96 году, в 95 или 96 году, просто купила у меня жвачку и сказала, что вот с жвачкой была такая кругляшка. Что с ней было делать, совершенно непонятно. И это был, когда я впервые это увидел, это был, знаете, такой своего рода значок, который просто некуда было нацепить, у него не было иголочки на задней стороне. Я просто его рассматривал и хранил на полке, он у меня просто вот так вот лежал, пока однажды просто куда-то не потерялся. И вот если, например, кто-то из моих друзей тоже рассказывал, что у него тоже попадались такие экземпляры, никто понятия не имел, что с ними можно как-то играть. Настоящий геймерский обзор презервативов, да, мои дорогие друзья, мы рвём все топы сегодня с вами. В году в 97-м, скорее всего это было осенью, потому что я помню, что уже было довольно холодно, он просто однажды пришёл и сказал, Пашка, я тебе сейчас покажу охранительную игру. И как пользоваться презервативом? Ну, все мы знаем, как им пользоваться, чё мы. Будем переходить к самому интересному, так сильно ощущательный. У него их было, наверное, чуть поменьше, может быть, штук 15, но он мне тогда, собственно, впервые ознакомил с тем, как вот в это можно всё играть. Когда я впервые увидел, я сразу вспомнил, что да, у меня была похожая когда-то, но я не знал, что ими можно играть, но у меня их никогда и не было больше, чем одна. А тут сразу такая россыпь и, собственно говоря, правила были таковы. С чего же начнём? Наш опыт будет происходить из трёх этапов. Как мне рассказывал Ирюха, каждый игрок должен был поставить одну, там или по две, или по три, перевернуть их вниз. После этого, если играешь один на один, нужно было произнести камень, ножицы, бумага и выбрать одну из форм кулака. Тест на прочность, который будет производиться тем, что я... Я до этого понятия не имел об этой игре, и мне кажется, что вообще большинство, наверное, детей про до появления тоже практически ничего не знали. Вот, и, значит, как это делается? Ну, вы, конечно, всё знаете, но правила были такие, что либо это камень, либо это ножницы, либо это бумага. А это как будто из жопы достали его сразу и мне на стол. Бумага обёртывает камень, ножницы затупливаются об камень, а, собственно говоря, также режут бумагу. И такая вот, собственно, цепочка, и таким образом выбирается, кто первый будет пробовать свои силы. После того, как это проделано, берётся бита. Такая подобная игра, насколько я знаю, до появления существовала и ходила довольно распространённо среди детей, но там вместо использовались вкладыши. Вот, например, мне неоднократно рассказывали зрителям моего канала, что таким образом играли под вкладыши турбо, но вместо биты использовали собственную ладонь. Вы когда-нибудь видели слонёнка Дэнди? На его хоботе что-нибудь висело? Нет? Не висело. Поэтому, если вы настоящий геймер, бьёшь по ним ладонью и резко ты её дёргиваешь обратно. И после этого, которые взлетают в воздух и переворачиваются, я про такую игру не слышал. Наверное, во многом потому, что в моём детстве уже собирали во всю наклейку, например, с терминатором. Так вот, рассказать мне про эти правила, это как бы основа за краешек и дождаться, пока она перевернётся лицом вверх. На самом деле, игра мне показалась довольно интересной, но несколько бессмысленной. Фу, осквернилось всё из 90-х. Помните вот эту пищащую игрушку, которую ты толкаешь, она звенит? Я к нему прихожу, говорю, слушай, в общем, я хочу с тобой сыграть, у меня есть... Неваляшка. Он такой, ну-ка, ну-ка, чё за... Неваляшка. Показываю. Он такой, вау, ничего себе, ну, крутяк, давай, у меня тоже есть. Я, говорит, собираю. Я говорю, ну, давай. В общем, Илюха берёт, садись с ним на пол дома, ну, в комнате. И мы так и сидим, так, и я, в общем, уже всё, я приготовился, то есть, наконец-то, понимаете, мои ощущения. Я первый раз сейчас серьёзно сыграю, уже начинаю пизде говорить, но у меня никогда не было. И вот теперь я в игре. Всё, я, можно сказать, влился в эту индустрию, я влился в эту компанию игроков. Мы садимся друг на против друга. Неплохо, неплохо, тянется хорошо. А, я не помню, что это, что, какая было у нас соотношение выпавших вот этих вот жестов, но он у меня выиграл. Илюха берёт, ударом побивает обе, и такой, о, всё, я выиграл. Я такой сижу, думаю, ну, блин, ладно, окей, ну, давай переиграем, а то как-то, ну, блин, как-то... Он на меня смотрит, такой, говорит, Паш, ты чё, всё? Я говорю, ну, в смысле, всё? Он говорит, ну, как, если я говорил, что всё, ты играл, это навсегда. Я говорю, слышь, иди ты нахрен, говорю, отдай мой фиг. Он такой, да ты чё, как это, мы договорились, это игра такая. Я говорю, да ты приказываешься, какая нафиг игра, что ты? Ты мне даже ударить не дал, ладно, если бы ты мне там хотя бы дал ударить, я бы попробовал. Он такой, всё, Пашка, ты чё, всё, вопрос закрыт. С гандоном на носу. Потом судмедэксперт там доказывает. Что это не убийство преднаверенное, понимаете, дорогие друзья? Ещё, кстати, не слабо оценили фиг, которые назывались по-разному. Ну, вот, например, в моей колец они называются бичтиц. Шапка-невизинка, люкс-мини-бокс и контекст. Ну, что такое тиц, я думаю, вы в этом возрасте уже тоже знаете, не хуже меня. Нет. Короче говоря, это были фишки с полуголыми женщинами. Люблю вас. Я говорю с полуголыми, потому что сделать их голыми до конца необходимо было и самому. Все эти фишки отличало то, что на них было такое покрытие, я даже не знаю, с чего его делают. То есть такая вот белая плёнка, которую, если вдруг намочить какой-нибудь влагой, то она испаряется и исчезает. Презерватив начинает гандошиться и вода почему-то идёт прохладная. Почему-то вода прохладная идёт сейчас. О, всё, сдулся. И все вот эти вот прикрытые места становятся внезапно неприкрытыми. То есть, если, например, просто намочить палец слюной или водой, а потом потереть эту самую фишку на этих самых пикантных местах, то... Привет, сатана. Нижнее бельё начинает просто испаряться и вы видите, собственно, уже не помогло у мадам во всей своей красе. Мы приглашаем тех, кто отчаим в дикие джунгли скорей. И эти были, насколько я помню, я их на самом деле не так много видел в те времена, но те, которые я видел в большинстве своём, они были такие засратые. Но, так как ты у нас главный компьютерный день, они были абсолютно потёртые со всех сторон. Я просто не представляю, насколько они умудрялись ходить по рукам, потому что на них преимущественно не играли, так вы понимаете. Ими или менялись, или просто показывали друг друга и потешались над этим всем. Всё, пошло дело. Начинаю проверку. То есть, эти были цены, но они были цены не столько для игры, сколько просто для разглядывания. Именно поэтому они были в основном такими вот потёртыми и заезженными. Спасибо вам огромное за внимание. Увидимся в будущем. Спасибо. 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 Спасибо.